Я приглашаю к микрофону Галину Александровну Пономарёву, кандидата экономических наук из Луганска, о ситуации в Луганской области. Здравствуйте. Я сразу прошу прощения, если во время нашего с вами разговора или беседы я откликусь на телефонный звонок, потому что я никогда не отключаю телефон, жду звонка из Луганска от мамы, он может быть раз в три недели, поэтому я отвечу на него в любом случае. Ну, когда вчера меня пригласили на встречу с вами, изначально, как я понимаю, это был вопрос о жизни переселенцев. Хотя я честно вам скажу, что правильнее называть нас будет уже беженцем. Это не переселение. Переселение это скорее добровольное. А те, которые выехали из Луганской области, причём выехали по... Ну, сначала выезжали по причине преследования за политические взгляды, участие в украинских митингах, за проукраинские позиции, помощь армии. Это были первые переселенцы, вынужденные беженцы. В основном они, конечно же, осели в Киеве и Львове. И там продолжают работать, помогать таким же переселенцам и армии. Это всё началось ещё в апреле, в мае, когда моей семье тоже, моей сестре, начали угрожать, причём угрожать прямым убийством, отрежем уши, руки, сварим, заставим детей есть и так далее. Когда на блокпостах раздали списки вот таких активистов, и начались захваты, пытки, убийства в захваченных учреждениях города Луганска. В принципе, апрель, май и даже ещё большая часть июня в самом Луганске была относительно спокойна. И выезжали, наверное, те, у которых не было работы, может быть, домохозяйки, может быть, с детьми. В принципе, я работала до последнего дня в университете. И 16 июня, когда мы пришли на работу, вы знаете, что июнь – это самый разгар событий во всех высших учебных заведениях, когда проводятся выпускные экзамены, защищаются дипломы, то есть подводится итог обучения детей за 4-5 лет. И 16 июня, когда мы пришли на работу, нам сказали эвакуироваться до 12 часов по причине того, что так называемые ополченцы заняли наше общежитие и нам теперь негде работать. То есть это опасно и мы должны уйти. И, собственно говоря, нам пришлось оставить всё, как есть на рабочих местах и уйти. И по этой причине многие дети, я думаю, не получили до сих пор свои дипломы. И как им теперь устраиваться на работу, я тоже не очень знаю. Ну и вот после того, как 16 числа прекратилась работа нашего университета, где-то через неделю я решила уехать, потому что уже начались обстрелы пригородов Луганска. Тогда уже был совершён первый авиационный удар по Луганску. Хотя тоже мнение совершенно противоречивое. То ли это был авиационный удар, то ли это были неумелые действия ополченцев, которые уже были оснащены совсем не стрелковым оружием, которые уже пытались сбивать самолёты. И, собственно говоря, когда они ещё раньше приходили в наше общежитие, это девятиэтажка на восточной окраине города, и они сказали, что это общежитие нужно для того, чтобы установить там какой-то зенитный комплекс и сбивать самолёты украинские. А куда падать эти самолёты будут в центре города, их совершенно не волновало. То есть что будет после всего этого, если они что-то собьют в городе, то этот вопрос вообще не стоял. И когда начались уже обстрелы пригорода, я думаю, вы все знаете, что такое металлист теперь, наверное, читали, да? И когда там начались уже вот такие боевые действия активные, уже применялась тяжёлая артиллерия, то есть всё это было слышно, и в Луганске в том числе, ну, слышно, знаете, как-то так отдалённо. Дрожат стёкла, дрожит квартира, ну, в принципе, это где-то далеко. Потом начали включать сирены, то есть за ночь это могло быть 3-4 раза, как бы сообщая о налёте украинской авиации, хотя, собственно говоря, и не было никакого особого налёта этой самой авиации. Ну, тогда я как бы со своим сыном собралась и приехала к нам в город. И я хочу сказать вам большое спасибо одесситам, всем неравнодушным одесситам, всем, кто здесь живёт, за то, что приняли и меня, и очень много моих земляков. Елена, вы хотели показать, ну, то есть, мы до этого с вами говорили, что вы не участвовали в зимних событиях Майдана, то есть вы не были... Ну, я была на самом Майдане один раз, именно в Киеве. Просто поехала посмотреть на ВЕЧ. Я не была активным участником Майдана в Киеве. И в Луганске я не была активным участником Луганского Майдана до определённого момента. О том, когда это пришло и как началось. И мы покажем вот этот вот ваш марш. Ну, первый то Майдан, всем известно, был в 2004 году. И вот тогда это было как некая театральная постановка. Очень много моих студентов участвовали тогда, ещё в 2004 году в Майдане. Потом вы знаете, что это закончилось ничем, и было вот такое разочарование. Поэтому, когда начались события вот этого Майдана, тоже было непонятно, что это, как это и для чего это. И я вам скажу так, вот 30 ноября, да, по-моему, это был первый толчок к событиям на Майдане, когда студенты вышли против того, что Янукович подпишет, но не подписал вот эту ассоциацию. Собственно говоря, я доцент университета, и кафедра, на которой я работаю, называется кафедра международной экономики. Поэтому вот эти вопросы евроинтеграции, это, собственно говоря, то, чем я занимаюсь очень давно. И чтобы было понятно, я скажу вам, что идеи эти евроинтеграции внедрялись в общество очень давно, в том числе и в Луганской области. Ещё со времён президента Ющенко выделялись достаточно большие суммы, и я участвовала ещё в... Есть Луганский такой центр повышения квалификации для госслужащих. И вот на протяжении достаточно большого количества лет мы с коллегами читали лекции о том, что такое евроинтеграция, что такое Евросоюз, как он создавался, для чего, как бы, что это такое, и как мы можем вступить или не вступить в Евросоюз. То есть нельзя сказать, что ничего не было понятно. Лекции-то были. И на это уходило огромное количество бюджетных денег. И вот когда президент на тот момент, Янукович, отказался подписывать эту ассоциацию, то есть нам стало понятно, что это откровенное враньё, когда сказали, что мы как-то там не сумели посчитать, а теперь за два дня до отказа от подписания мы решили, что это невыгодно. Я думаю, что всем думающим людям было понятно, что это тупое, наглое враньё. Столько лет тратить бюджетные деньги, а потом решить, что это невыгодно, это неправда. И, собственно говоря, зачем такой президент, который не сумел за столько лет подсчитать, выгодно это или невыгодно, с таким огромным государственным аппаратом, зачем они вообще в таком случае нужны. И вот когда все эти события начались в Киеве, в Луганске, как бы это, ну, казалось, это где-то там. Это где-то там, нас это особо не касается, и особо не коснётся, и какая-то такая евроинтеграция. Ну, может быть, вам непонятно, почему регион наш так был против, как бы, да, считается против этой евроинтеграции. Потому что за 23 года независимости Украины ничего не было модернизировано из той промышленности, которая там была. В нашем городе находилось огромное количество промышленных предприятий, откуда, видимо, и возник миф о том, что Донбасс формит Украину. 23 года назад так, по всей видимости, и было. Я вот просто представляю сейчас свой город, на каждом шагу у нас были заводы, и там работали люди, заводы, фабрики, комбинаты. И если бы, так сказать, все эти комбинаты работали по сей день и отчисляли налоги именно в украинский бюджет, а не в те офшоры, куда теперь они уходят, может быть, и было бы, что Донбасс кормил Украину. Но за 23 года независимости в нашем городе остался из работающего, может быть, 2-3 завода, но я не считаю пищевые предприятия, которые, естественно, работают, я имею в виду промышленные, и те, которые, и те из работающих, если вы помните, Луганский тепловоз, который обслуживал весь Советский Союз, то теперь там работает очень-очень малая часть, и он выкуплен Российской Федерацией. В результате долгих торгов и перекупов им владеет Брянск Машхолдинг, то есть это Российская Федерация. Точно так же Алчевский медкомбинат, половина принадлежит россиянам, ну и так далее. То есть Донбасс на сегодняшний день – это, в общем-то, достаточно бедный регион. Вот во что превратился он за эти 23 года независимости. Естественно, местные депутаты постарались все это сделать, но не без ведома, естественно, и центральной власти. И поэтому понятно, что работающие на этих предприятиях, или вообще уже не работающие, тем более шахтеры, которые тоже не модернизировались эти шахты, естественно, они поняли, что в этом самом Европейском Союзе им нет места. И вот такая была страшилка, что если придет этот самый Европейский Союз, который почему-то Украина вступит, вот просто так возьмет и вступит, не спросив ни у кого ничего, хотя, я думаю, вы все знаете, что невозможно вступление в Европейский Союз без проведения общенационального референдума. Вот Норвегия два раза голосовала, я всегда привожу это в пример, и два раза голосовала против. Она до сих пор не в Европейском Союзе, она одна из самых богатых стран Европы. Вот было сказано так, что подпишут украинское правительство ассоциацию с Европейским Союзом, завтра все в Европе, все, все нищие, все работают на европейцев. Все закроется, все умрут. Ну, приблизительно вот так. И когда те события на Майдане, они все-таки произошли, вот в регионе начались именно панические страхи. Я, честно говоря, не знаю, как воздействует эта пропаганда, но она действительно воздействует. Она действительно работает, потому что сразу возникла страшилка, придет правый сектор, всех убьет. Это реально люди в это верят. И когда я говорю, что нет, в принципе, правого сектора, который всех убьет, как нет, есть Ярош. И на мой вопрос, что он сам придет, всех убьет, ну, все говорят приблизительно так, да, ты просто не знаешь. Когда он придет, тебя резать, тогда узнаешь. Все ожидали приезда бандеровцев автобусами, которые что-то там хотят в Луганске захватить, для чего, тоже непонятно. Потом начались вопросы, почему там захватывали СБУ, а нам нельзя. Почему там махали чужими флагами, вот когда я спрашивала, зачем вы мажете флагами России, это чужая страна, этого нельзя делать никогда. Вот почему на Майдане махали флагом Евросоюза, а нам нельзя. Потому что Евросоюз это не страна. И даже если когда-то мы туда вступим, это не будет означать потери государственности. Это не страна, это просто интеграционное объединение. Ни одна страна Евросоюза не отказалась ни от парламента, ни от президента, ни от границ, ни от армии, ни от чего. Это просто предательство. Махать флагами чужого государства. Ну вот было так. Почему можно, а нам нельзя. Почему бандеровцам можно, а нам нельзя. Потом начали создаваться какие-то территориальные отряды обороны от бандеровцев. Это все было очень и очень распиарено. И люди действительно этому поверили. Все, едут 10 автобусов с бандеровцами, сейчас все захватят, всех убьют. Сразу приближают казаки. Поскольку вы знаете Донское казачество, граница у нас самая ближняя, это вот Ростов, очень сильны были вот эти настроения, Донское казачество, и там много наших позаписывалось в это казачество, еще там какое-то казачество было. И они решили, что надо защищать Луганск от бандеровцев. Вот тогда появились первые вот эти отряды. Ну а потом случилось то, что случилось. Вот на это, собственно говоря, местная власть не обращала никакого внимания и даже этому способствовало, что надо же защищать местную власть от бандеровцев. Ну и потом 6-го, насколько я помню, апреля, состоялся первый захват, причем сразу серьезный захват СБУ с огромным количеством огнестрельного оружия. И с тех пор вот случилось то, что случилось. У меня несколько вопросов к вам. Во-первых, вы упомянули две вещи. Вы упомянули авиаудары, ну, как вы первые были сомнения, и использование тяжелой артиле. Кто, по вашему мнению, наносил авиаудары по Луганску, при выгодящем району, и чья тяжелая артиле там работала? Ну, первый авиаудар, естественно, это украинская авиация. В городе-то ведь не было украинских военных. Были вот эти, так сказать, террористы. Они же захватили основные объекты. Летали украинские самолеты, однозначно. Но был ли это авиаудар, я не знаю. И никто этого до сих пор не знает. Это же был не единичный случай? Нет, не единичный, но это единичный был именно по Луганску. У нас центр города, это областная администрация, которая была захвачена 29 апреля, после захвата СБУ. Была захвачена областная администрация. Кто изначально использовал тяжелую артиле? Не знаю, не могу сказать. По городу, я имею в виду? Нет, по городу это началось уже вот сейчас. В начале, когда я уезжала, это был конец июня, это были только пригороды. Когда начало наступление украинской армии, вот металлисты счастья, когда они освободили их первыми, ну, тогда уже была применена эта артиллерия. Понятно. Теперь у меня еще два момента. Первый, более серьезный, и первое может быть менее. Первый по поводу евроинтеграции. Все-таки, вот, вы вам, я как историк, вам как экономист. Скажите, вот евроинтеграция в том виде, в котором, на нее планировалось подписание, по-моему, 26 ноября, если я не ошибаюсь, днем, вот так она звучала. Это евроинтеграция. Во-первых, шла ли на пользу Украине, во-первых, и во-вторых, не было ли реальной опасности закрытия многих предприятий из-за противодействия, из-за потери российского рынка? Нет. Не было такого. Почему мы должны были потерять российский рынок? Если вы дружите с одним соседом, это что, автоматически означает, что вы ненавидите второго? Это может означать контрдействие второго соседа, если он найдет это целесообразно. Ну, вы же понимаете, если оглядываться на всех соседей, тогда какое мы государство? Понимаете, даже не было подписания евроинтеграции. Мы все вот это путаем. Это было всего первый шаг. Это было подписание ассоциации торговой. Условия этой торговой ассоциации, вы же считали, при которых Украина получала почти сплошь обязательства и почти никаких прав. Ну, это любая страна, которая присоединяется к более сильному интеграционному объединению. Существует некий эффект, который называется вот в интеграционных процессах эффектом локомотива, когда более сильные страны нас подтянут за собой. Хотя сейчас, да, я вам скажу так, когда вот в 2004 году 10 стран Восточной Европы присоединились к Евросоюзу, они значительно его ослабили, однозначно. Но это и не говорило о том, что мы туда вступаем. Турция туда вступает с 50 какого-то года и до сих пор не вступила. И нам это вообще не грозило, смею вас уверен. У нас до сих пор не демаркирована граница с Россией. Вот на момент, я не говорю о боевых действиях, она делимитирована, но она не демаркирована. Если бы вы видели эти границы, я там была, это просто поле, перерытое траншеями. Вот это называется граница, которую патрулируют три пограничника на Ниве. Да, в Чертково. Ну вот как провести вот так, это Украина, это Россия. Как ее можно, честно говоря, демаркировать, я не понимаю. Вот эти поля перерыты специально для того, чтобы не таскали контрабанду, хотя, насколько я, ну я думаю, вы тоже все знаете, но строили там подпольные нефтепроводы. Потому что 7 гривен на наши деньги был бензин в Гуково и 11 уже начиналось в Луганской области. Я понял, спасибо. Да, и последний вопрос вот по поводу того же, что вы задавали, я продолжу. Почему и можно, нам нельзя? И вот ответить мне на тот же самый вопрос. Почему в тех случаях, в западных регионах, я могу вам их называть, но думаю, вы знаете, можно было захватывать здание областной администрации, здание СБУ, военные склады, причем, так сказать, как бы это сказать, помягче, с хищением оружия, и не только Стрелково. Почему там это было можно и это считалось нормальным, а в ваших регионах это было нельзя? Вот объясните, вы споруете этот вопрос? Ну, я не могу сказать, что нельзя. И что значит можно, а что значит нельзя. Ведь основное отличие это в последствиях. Насколько я понимаю, что во Львовских СБУ никто никого не пытал и не убивал. Они до сих пор захвачены, их же потом освободили. Ну, это было не только Львовский, это было Тернопольский, а именно Франковский, и тому подобное. Ну, туда разве стаскивали тех, кто был против евроинтеграции? Их пытали, как пытали наших, моих студентов, молодых детей, которых пытали током, загоняли иголки под ногти, избивали, одного мы похоронили. За что? За то, что они не хотят, не то, что не хотят, а их же не с оружием в руках поймали, а не индиверсанты. Просто потому, что они хотят жить в Украине, за это нужно убивать. Вот вы знаете хоть одного, которого запытали или убили во Львовском СБУ или в Тернопольском СБУ? То есть вы будете взять это основание, что можно было делать там, поскольку это не приводило к репрессиям, а у вас это приводило? Нет, захватывать однозначно, наверное, нельзя было. Но, понимаете, если мы будем оглядываться и говорить им можно, а нам нельзя, то можно вообще сделать все, что угодно. Совершенно верно. Я только одну вещь, вы верно знаете, я шеф Пандоры, он либо открыт, либо закрыт. У него не имеет среднего положения. Я с вами абсолютно согласна. Но если мы будем продолжать так и дальше, понимаете, мы умрем все, я скажу так. Вот такие панические настроения. Мы и так все умрем. Да. Галина, я хотела вот что спросить. Вот можно рассказать обстоятельства, почему ваших студентов держали в подвалах? За что? Потому что они все, я вам честно сказала, да, я не ходила на эти митинги. Я где-то в апреле месяце, и то только потому, что, честно говорю, я не была приверженцем там Майдана, вот таким рьяным. Я в этом не участвовала. Ну, оказалось, что моя сестра, она участвует, и как-то она меня просто залучила, скажем так, туда. А студентов, потому что все списки этих майдановцев были известны со времен еще зимнего Майдана, ими занималась милиция, и, ну, наш регион, собственно говоря, был же против наших шахтеров, всех, и кого-то там еще возили на антимайдан, хотя я тоже особенно не знаю этих людей. Ну, да, настроения были такие, против Майдана, то есть почему они решили за нас. Ну, собственно говоря, когда я говорила, кто мешал вам поехать туда же и решить все по-своему. И еще самый большой мне непонятно было, когда, ну, если вы помните, это сразу после февраля, когда стали говорить, что Беркут-герои жили на Майдане. Второе положение было вот это противников евроинтеграции, что интеграция это плохо, и третье, что новая власть плохая. Вот, у меня было к людям, которые в сети говорили, три вопроса. Почему, если интеграция это плохо, почему до того, как Янукович собирался подписывать, никто не вышел и не сказал, мы против евроинтеграции? Точно так же, как эти студенты вышли на Майдан. Почему вы в Луганске не вышли и не сказали, мы против, соберите свой Майдан и скажите, мы не хотим в Европу, не подписывайте. Никто никуда не вышел. Второй вопрос, если власть плохая, которая новая, почему она новая, мне тоже непонятно. Все эти люди сидели в Раде не один десяток лет. Все все видели, все все знали, она никакая для меня не новая. Нет никакой новой власти априори. Если вы говорите, что она плохая, то почему же Беркут хороший, который защищал эту Верховную Раду? Зачем он ее тогда защищал? Почему вы не поехали в Киеве, и вы не смели ее тогда вместе с этими западнянами? Вот это мне вообще противоречие непонятно. Они решили за нас, вы сидели на диванах, теперь вам это не понравилось, давайте в Луганске что-нибудь придумаем. Но в Луганске нет Верховной Рады. Ни один депутат Верховной Рады в Луганске не пострадал, смею вас уверить. Они все благополучно приехали в Киев или в Крым, вывезли свои автомобили и хорошо себя чувствуют. Еще можно узнать. Вы сказали три вопроса, задали два. А, ну, может быть, два я слила в один, да. Почему Беркут герои, если они защищали плохую Верховную Раду? И почему, ну, третий вопрос, наверное, почему эта власть новая? Кто там новый, кроме Кличко? Вот на мой взгляд, Кличко заработал свои деньги, своей головой в нее долго били. Все, кто из них новый? Турчинов новый? С чего он новый? Вот с чего Турчинов новый? С чего Порошенко новый? Из чего я ценю к новой? Почему они новые? Они никакие не новые. Можно узнать, вот, почему после того, как сбежал Янукович, рассыпалась партия регионов в Луганске, Донецкой области, они как бы потеряли всю власть, и к власти, получается, пришли самозванцы, которые как бы себя выдвигали, Сиди Гиркин, все остальные. Почему там не нашлось адекватных людей, которые бы добились порядка, спокойствия, чтобы решали вопросы мирные. Вы как-то немножко, на мой взгляд, путаете. Понимаете, партия регионов это политики, она же вся власть в Луганске. А Гиркин, они не политики, они люди с оружием. Ну да, они захватили, но почему все было как бы у власти партии регионов, и все рассыпалось? Ну, вообще так... Неужели они понимали, что все потеряют, когда эти самозванцы все захватывают? А что все? Что сейчас и происходит? А что все? Все их счета в офшорах они у них и остались. Я думаю, что они тоже не ожидали таких последствий. Они думали, что вот сейчас как бы Донбасс кто-то услышит, отдаст им их преференции, они останутся на своих денежных потоках, и все у них будет хорошо. Ну вот как-то так получилось совсем по-другому. Разрешите? Что же вопрос? А с вами как экономика? Сейчас, вот вчера, больше вчера, была довольно противоречивая информация по поводу прекращения огня, по поводу каких-то соглашений. Ну, есть они или нет, пока трудно сказать. Вопрос вам другого. Вот как вы видите эту перспективу? Вот вы знаете, что там было? Вы, вероятно, хорошо представляете себе, что там происходит сейчас? Да, я приехала в понедельник из Луганска. Вы туда ездили? Да, там мама у меня осталась. А добраться до Луганска, в принципе, совершенно свободно. Садитесь и едьте. Не накроют миной, доедете. На что, я имею в виду, садитесь? На автобус. Понятно. Потому что железнодорога, я там, на самом деле, есть проблемы. Мне совершенно свободно. Все-таки, вот ваше видение, какие могут быть точки соприкосновения, на которых может быть запрещено мирное соглашение? То есть, где эта возможность компромисса? Никаких нет точек. А с кем мирное соглашение? С кем? С ЛНР, ДНР, которые признаны террористическими организациями? Вы знаете хоть одну страну в мире, которая договаривается с террористами? Снает, Израиль. И как они с ними договариваются? А у них нет выбора. У них нет выбора, им больше не с кем разговаривать. Я не о том говорю. Я говорю о том, что Палестина, собственно говоря, это же не территория Израиля. Опять-таки, им приходится разговаривать с Хамасом, потому что Хамас представляет власть на территории сектора Газа. Вы это знаете. Ну да. Мы уже не с кем разговаривали. И с ним или ни с кем. Поэтому, опять-таки, мир, по вашему мнению, мир невозможен в принципе? Ну, по моему мнению, невозможен. Тогда что? Война до победного конца? Да. Каким бы он ни был. И чего бы это ни стоило? Я не понимаю. Я не понимаю, что такое мир. Что вы имеете в виду? В данном случае, имею в виду какой-либо компромисс, который позволит прекратить боевые действия на каких-то определенных условиях. То есть, обычные мирные приговоры. Если вы считаете, что их не с кем вести, тогда мирные переговоры невозможны. Тогда эта война будет продолжаться. Будут продолжаться жертвы. И кроме того, последние события показывают не очень хорошие перспективы этой войны. Да, совершенно с вами согласна. А с кем договариваться? Я тоже не очень понимаю. Говорили, что Порошенко и Путин достигли каких-то договоренностей. А при чем здесь Путин? Совершенно верно. Россия не является форматом... Они отрицают свое вторжение. Почему тогда договариваться с ним? Мне этого вообще непонятно. То есть, по вашему мнению, вот эта ситуация будет продолжаться достаточно долго? Я думаю, нет. Не будет она продолжаться, потому что войну остановят как бы нам хотелось или не хотелось этого. По имеющейся информации уже, наверное, будут ее останавливать. Хотя я считаю, что договариваться там не с кем. Понятно. Спасибо. Если одно из условий это амнистия всех воевавших на Донбассе, я этого не понимаю. Как в нашей стране, потом в Украине я имею в виду, как это объяснить тем материалам, у которых там погибли дети? Вообще всем, как это объяснить? Зачем тогда все это было? На каких условиях? Если бы это были условия отступления этих ЛНР и ДНР, это один вопрос. Но если это условия их признания и амнистии всем воевавшим на Донбассе, я считаю, что это невозможно. Вот ваши одесситы тоже там и воюют, и погибают. Можно амнистировать тех, кто их убивал? Вопрос в принципе. Галина, насколько было много патриотов, которые выходили на марш еще в апреле за Украину? Я не могу сказать, что это были тысячи, но тысяча, полторы, наверное, были. Вы знаете, у нас очень пассивный регион, я вам так скажу, что многие люди, которых я знала, и мои в том числе коллеги, которые говорили, что там где-то будет лучше, может быть в России, может быть в ЛНР это будет лучше. Вот я когда спрашивала, чем будет лучше, они опять же говорили, лучше, чем с правым сектором. Вот хоть ты умри, вот лучше, чем с правым сектором. Хотя как с правым сектором никто не знал. Понимаете? Вот в чем вся разница. Вот. Как там с правым сектором никто, собственно говоря, не знал, но будет все равно лучше. Они не выходили на пророссийские митинги, они просто сидели на диване, смотрели телевизор и чего-то там ждали себе. Точно так же, как и большая часть тех, кто хотел оставаться жить естественно в Украине по разным соображениям. Может быть не по патриотичным, по меркантильным, может быть каким-нибудь, чтобы не менять привычный порядок вещей. Они тоже не ходили на митинги. В основном, да, это были достаточно молодые ребята, студенты, какая-то творческая наша молодежь, хотя совершенно разных возрастов были люди на этих митингах.